В Венгрии проходит государственный визит президента Казахстана. У главы государства запланирована насыщенная программа. На повестке двусторонние отношения. Касым Жумар Тукаев уже встретился с президентом Венгрии, председателем государственного собрания и студентами. Обсуждался целый спектр вопросов. Динара Абдирова с подробностями. Это площадь Львов в Королевском дворце Будапешта. Во времена венгерских королей здесь проводили парады и торжественные церемонии. Традиция продолжается и в наши дни. Сегодня здесь под фанфары военного оркестра премьер-министр Венгрии встретил президента Казахстана. Неотъемлемая часть протокола – гимны. Казахстанский последний раз здесь звучал 17 лет назад. Дальше главу государства ждали во дворце Шандора, где прошла встреча с президентом Венгрии. Здесь Касым Жумар Тукаев оставил памятную запись книги почетных гостей. Лидеры стран встречу провели в формате рабочего обеда и обсудили целый спектр вопросов. Казахстан и Венгрия установили прочные двусторонние отношения. Первое посольство нашей страны в Европе было открыто ровно 30 лет назад именно в Будапеште. У нас имеется большой потенциал для развития плодотворного сотрудничества. Особо хочу отметить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. В центре внимания торговля и инвестиции. У Астаны и Будапешта есть договоренности, подписанные соглашения и желание расширять сотрудничество. Взаимный интерес в энергетике, транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Президент Венгрии в своей речи подчеркнул, Казахстан – лидер экономического развития в Центральной Азии. Сегодня Венгрия и Казахстан прилагают все усилия для укрепления многогранного сотрудничества. Культурные отношения между нашими народами уходят корнями вглубь веков. Венгры хорошо знакомы с традициями казахского быта. Название города Алматы звучит тепло на нашем родном языке. Ведь «алма» на венгерском языке также означает «яблоко». Обсудили президенты и культурно-гуманитарные связи. Говорили о том, что нужно усилить академический и научный обмен между ведущими университетами двух стран. Сейчас в Венгрии обучаются больше тысячи наших соотечественников. Во время своего госвизита Касымжумар Тукаев встретился с казахстанскими студентами. Такое взаимодействие президент назвал «золотым мостом наших народов». На сегодня казахстанцы могут обучаться в Венгрии по пяти направлениям. Это первая стипендия «Хангарюн», то есть ежегодно по ней выделяется 250 грантов. И казахстанцы могут ежегодно подавать документы. Есть отдельные соглашения между университетами Казахстана и Венгрии. На сегодня их количество составляет 65 соглашений. Также есть отдельные стипендии от университетов и фондов. Например, на сегодня, благодаря межправительственным соглашениям, ежегодно выделяется 500 грантов для казахстанских студентов на обучение в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Еще один важный пункт государственной визиты президента Казахстана – посещение венгерского парламента. Главная достопримечательность Будапешта расположена вдоль реки Дунай. Здание в неоготическом стиле привлекает внимание туристов со всего мира. В его стенах обсуждают законы и принимают решения, которые определяют будущие страны. Двусторонние отношения, международная повестка и межпарламентское взаимодействие. Эти вопросы в центре беседы президента Казахстана и председателя Государственного собрания Венгрии. Я приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз пригласить вас посетить Казахстан. Этот госвизит выведет отношения Казахстана и Венгрии на новый уровень. И по словам президента, совместные усилия как раз таки придадут новый импульс не только торгово-экономическому, но и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Благодарю вас за всемирную поддержку развития межпарламентского взаимодействия. Мы готовы приложить все усилия для их дальнейшего укрепления. Считаю, что необходимо всестороннее углубление стратегического партнерства по всему спектру двусторонней повестки дня. А вот мнениями по международной ситуации Казахстан и Ласла Кёвер обменялись уже на экскурсии. Председатель Госсобрания рассказал президенту об истории венгерского парламента. В здании почти 700 помещений, 29 лестниц и 10 двориков. Главные государственные символы в Венгрии хранятся в купольном зале. Динара Абдирова, Марадихамбаев и Дильмурат Седаханов. При поддержке телерадио комплекса президента Казахстана 24КЗ. Венгрия, Будапешт.